МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города в студии Светлана Гражданкина. Здравствуйте! И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Принцип одного окна. Сегодня губернаторы рассказали, как в регионах предоставляют государственные и муниципальные услуги. Ни тебе море, ни пляжа за коммунальные долги людей могут не отпустить в отпуск. И берегись поезда, в ноябрьске инспектируют железнодорожные пути. Сегодня в Ханты-Мансийске губернаторы Ямала, Тюменской области и Югры доложили полномочному представителю президента о том, как на территориях развивается программа предоставления государственных и муниципальных услуг. В своем докладе Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что на Ямале сеть многофункциональных центров развивается централизованно в рамках одного государственного учреждения. А в городах и районах создаются его территориальные подразделения. Все внедряемые программно-технические решения апробацию проходят в Салихарде, где, собственно, этот центр и действует. Но в перспективе, заверил Кобылкин, сеть МФЦ будет расширяться. Планируется приобрести помещения в Новом Мурингое и Ярсале и переоборудовать уже имеющиеся в Ноябрьске Таркасале и Муравленко. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев подчеркнул, что реализация всех мероприятий будет продолжена в течение года. И что сегодня перед руководством регионов стоит задача достичь все показатели, обозначенные президентом, в установленные сроки. В регионе мы начали развивать сеть многофункциональных центров. На территории области в настоящее время действует 8 филиалов, 3 в областном центре и 5 в городах и районах области. Этот процесс у нас пошел сейчас достаточно активно. Мы понимаем, где будем делать, заложили в бюджете, предусмотрели ремонт. Поэтому к концу 2015 года у нас МФЦ появится в каждом городском округе и муниципальном районе. Программа капитального ремонта домов на этот год практически сформирована. Об этом на аппаратном совещании сегодня доложил начальник управления ЖКХ Валерий Колесник. По его словам, после внутреннего отбора из 23 заявленных домов осталось 10. Это те, которые отвечают требованиям программы. Окончательный отбор планируется провести уже в эту пятницу. Всего в этом году на капитальный ремонт жилых домов планируется потратить около 66 миллионов рублей. Субсидия из окружного бюджета. Сумма доведена 53 миллиона 627 тысяч рублей. Средства местного бюджета 5 миллионов рублей. Средства собственников помещений не менее 15 процентов 8 миллионов рублей. Долги за коммунальные услуги – проблема, которая не теряет своей актуальности в ноябрьске. Решать ее пытались на разном уровне и разными способами. В свое время управляющие компании прибегали даже к услугам коллекторов. Но и с их помощью вернуть удалось лишь часть долгов. Год назад работу с дебиторскими задолженностями начала вести Северная энергетическая компания. Заключены агентские договоры с большинством управляющих компаний ТСЖ. Выработан такой принцип работы, который дает возможность людям не попадать в долговые ямы. Все условия расписаны в претензиях. Их направляют должникам, которые не оплачивают счета больше трех месяцев. За год претензии получили более трех тысяч жителей города. А суммарный долг за тепло, воду и стоки уменьшился почти на 400 миллионов рублей. Специалисты Северной энергетической компании стараются не допускать роста задолженности в рамках каждого лицевого счета, каждого должника до значительных сумм. То есть, чем раньше мы начинаем работать с должником, тем больше шансов на то, что в конце концов задолженность будет погашена. Между тем, долг населения за коммунальные услуги остается астрономическим. Более 900 миллионов рублей. И когда исчерпаны все возможности вернуть деньги при помощи претензий и уговоров, дела должников попадают в суд. И уже тогда к возврату долгов подключается судебная машина и судебные приставы. О том, чем все заканчивается, в репортаже Ирины Потехиной. В старой двухэтажке на энтузиастов из 16 квартир две числятся за должниками. В одной на первом этаже большая семья – бабушка, дети, внуки. От камеры все, естественно, спрятались, но вот от приставов не получилось. Уже лет пять в этой квартире не находят средств для оплаты жилищно-коммунальных услуг, объясняя это проблемами с оформлением документов. Долг уже зашкаливает за 400 тысяч рублей. Однако, отмечают судебные приставы, в квартире есть плазменный телевизор и модный кухонный гаджет-мультиварка. Учитывая размер бедствия и принимая во внимание полное безразличие хозяев к огромному долгу, приставы изымают ценные вещи для того, чтобы выставить их на торги, а вырученные деньги направить на погашение коммунальных счетов. Так, за пять месяцев этого года приставы взыскали почти половину средств по коммунальным производствам от Северной энергетической компании. С начала 2014 года на исполнение в отдел судебных приставов поступило 92 исполнительных документа о взыскании именно коварплаты в пользу Северной энергетической компании на сумму 758 тысяч рублей. Поэтому, естественно, часто из них уже фактическим исполнением окончено 35 производств на сумму 314 тысяч рублей. Квартиру на втором этаже видеокамеру хозяин тоже не пустил, но объяснил, что долгам, а за ним на сегодня 40 тысяч рублей и сам не рад. Просто работает на вольных хлебах, расчет получает нерегулярно, но счета погашает, как только появляются деньги. У меня набирается, я оплачиваю, набирается, оплачиваю. А почему такой принцип? Ну, зарплата такая. Имущество этого должника описывать и изымать приставы не стали, ведь за 12 лет, что мужчина живет в этой квартире, очень больших долгов он действительно не насобирал. Хотя, предупреждают специалисты, сегодня достаточно долго всего в 10 тысяч рублей для того, чтобы к человеку была применена еще одна мера – ограничение права выезда за рубеж. Естественно, это может вразумить только тех должников, которые средства имеют, а счета не оплачивают исключительно из каких-либо собственных соображений. И таких в нашем городе немало. К слову, одна жительница Ноябрьска пару недель назад уже лишилась отдыха в жарких странах за долги. И преодолеть границу ей не помогли ни оплаченный тур, ни билет на самолет. Когда задолженность свыше 10 тысяч и судебное решение, а судебный пристав вправе либо по своей инициативе, либо по заявлению взыскателя ограничить выезд за пределы Российской Федерации. Между тем, предупреждают приставы, отпускной период только начинается, а по данным Северной энергетической компании, за год в суд было направлено 1375 исков на сумму 96 миллионов рублей. И все они были удовлетворены. Ирина Потихина, Григорий Куруптев, новости нашего города. Минздрав предупреждает, курение вызывает штраф. Вот таким ироничным заголовком на новый антитабачный закон отреагировали некоторые российские СМИ. С 1 июня в силу вступила вторая часть антитабачного закона, и курить теперь разрешается фактически только под открытым небом. Больше никаких залов для курящих в кафе, специальных номеров в отелях, никаких курилок в аэропортах и старых консервных банок в подъездах. Под запретом оказались даже кальяны на табаке. Офисные курилки, вероятнее всего, также исчезнут, так как закон предъявляет жесткие требования по изоляции помещений для курения и наличие специальной вентиляции. Новый антитабачный закон требует, чтобы все табачные изделия в магазинах были убраны с полок и витрины, находились в закрытых шкафах. В красную зону для курения попали также поезда дальнего следования, суда и пассажирские платформы. Запрещается курение табака в поездах дальнего следования и на пассажирских платформах, которые предназначены исключительно для посадки и высадки поезда пригородного сообщения. На платформах, предназначенных для посадки в поезда дальнего следования, данный запрет не распространяется. Продолжение следует...